Всем привет, друзья! С вами Елена. Готовим сегодня кабачковый торт закусочный. Посмотрите, какой он аппетитный, красивый, пикантный, скажу так. Удивит ваших гостей обязательно. Делаю нарезочку. Порционность очень хорошая. Посмотрите, какой он в разрезе. Пробую. Какой же он вкусный! Обязательно приготовьте. Обалденно вкусный! Смотрим и готовим вместе. Молодые кабачки натираю на крупной терке. Если кабачки более зрелые, то снимайте с них кожицу, удаляйте семена. Присаливаю кабачки. Перемешиваю. Так, чтобы они у нас обильно дали сок. Отставляю в сторонку минут на 15. Посмотрите, как хорошо кабачки у нас дали сок. Беру небольшое количество, которое помещается в мою руку и отжимаю. Стараюсь максимально отжать. Такой комочек у нас получился. С соком, друзья, у нас ушла и соль, поэтому мы должны обязательно попробовать кабачки на соль. По вкусу они должны быть еле-еле слабосоленые. Хорошо. Высыпаю хмели-сунели. Разбиваю 3 яйца. Добавляю чёрный и красный перец по вкусу. Высыпаю муку. И замешиваю тесто. Добавляю мелко порубленный укроп. Ещё раз перемешиваю. И оставляю нашу смесь минут на 10. На сковородку наливаю небольшое количество растительного масла. В диаметре оно у нас 20 см. А давайте посмотрим, какое у нас получилось тесто. Вот оно какое. Такое не течёт. Достаточно густое. Овощное тесто. Так, чтобы у вас жидким не получилось и слишком густым. Если получилось жидковатым, то можно немного муки добавить. Перед тем, как выпекать, перемешиваем ещё раз тесто. Выкладываю пару столовых ложек. Блинчик должен получиться в толщину где-то 0,5 см. Разравниваю. И обжариваю до готовности. Минутки 3 где-то с одной стороны. И чуть, наверное, меньше с другой стороны. Смотрите, температуру выставила чуть выше средней. 4 деления на троечки у нас жарятся. Чтобы приготовились, не были сырыми внутри. Видим, что краешки у нас подрумянились. Переворачиваем наш блинчик. И обжариваем с обратной стороны. А по такому принципу готовим все блинчики. Из своего личного опыта скажу так, что сковородку лучше брать небольшую в диаметре. Потому что блинчики получаются достаточно хрупкими. Снимаю я их вот таким способом. Не переворачиваю. Просто скатываю со сковороды. Так, все блины мы с вами постряпали. В майонез выдавливаю 3-4 зубчика чеснока. В майонез, если не кушаете, можно заменить сметаной жирной. Перемешиваю. Ох, какой аромат чесночка пошел аппетитный. Убираю в сторонку. А томаты взяла небольшие. Наверное, по размеру яйца. Нарезаю колечками. С шайбочками, как вам удобно. Точную где-то 0,5 см. Беру блинчик. Они у нас остыли. Смазываю соусом. Вкусная закуска, обалденная. Я бы сказала, даже праздничная. Много майонеза не кладите. Чтобы избытка не было. Так, чтобы тоненький слой был. Выкладываю томаты. Сверху выкладываю блинчик. И продолжаю. По нашему рецепту, так, два, три, четыре. У нас получил 7 блинчиков. Сверху нашу закуску украшаю петрушкой и болгарским перцем. Так, чтобы красиво было празднично. Если понравилось видео, оригинальная закуска, ее подача, поднимай палец вверх и подписывайся на наш канал. Я желаю вам веселых праздников, вкусных закусок и хорошего настроения. До свидания.